Виталий, приветствую тебя. В начале новой недели классический традиционный технический фундаментальный анализ. Смотрим за конкретно текущей рейнджной ситуацией. Я с позиции фундамента, ты с позиции техники. Эта неделя, Виталий, я думаю, что с содержанием экономического календаря, а в целом ты 100% уже ознакомился, согласитесь со мной, потому что неделя будет жарко. Ну, во-первых, мы все ближе к президентским выборам в США. И на этой неделе первые такие мощные официальные дебаты между Трампом и Байдером. Конечно же, сейчас каждый раз, когда они сходятся, знаешь, лицом к лицу и бьются за электорат, за необходимое количество голосов, это априори будет раскачивать волатильность, потому что чем выше шансы, например, у одного одолеть другого, то есть чем выше шансы у Трампа выйти победителем в этой президентской гонке, либо наоборот, на Байдену победить Трампа, в принципе, от исхода будет зависеть дальнейшая долгосрочная перспектива фондового рынка, доллара и так далее. Потому что у этих двух политиков, может быть, есть и общие взгляды, но если сослаться на именно исход президентской гонки и влияние на активы, многие считают, что, например, Трамп — это рост фондового рынка, Байден — возможно, угроза для фонды, потому что там и позиции касательно нефтяного сектора, и экологических стандартов, и всем известная вот инициатива, которую мало кто поддерживает касательно повышения налогов. Вряд ли это положительно таким образом повлияет на фондовый рынок. Ну да ладно, это вот с точки зрения фундамента такое лирическое отступление, то есть мы ждем эти дебаты, они 30 сентября пройдут в эту среду. Помимо этого, мы следим за ситуацией вокруг коронавируса и понимаем, что сейчас на площадках есть очень много нервозности, связанных с этим, потому что все начинают снова хоронить мировую экономику, ведь растет количество случаев в Европе, в азиатских регионах США, и это сейчас, конечно же, действует против рисковых инструментов и локально поддерживает курс доллара. Также у нас на этой неделе голосование в Конгрессе, хотя я не уверен в том, что поднимут прям вопросы относительно новых фискальных мер, стимулирование, но я рассчитываю на то, что это уже необходимо сделать, потому что мы видим по статистике очень много проблем американской экономики, и деньги нужны. И четвертый момент, на который тоже нужно обратить внимание, это non-farm perils. В пятницу традиционно первый этот релиз в начале каждого, в первую неделю каждого месяца, тоже еще один мощный триггер для динамики финансовых активов. Я сегодня предлагаю несколько выкид, как бы за плоскость привычных наших с тобой таких дуплетных рекомендаций, то есть мы даем по две идеи. Сегодня я предлагаю, раз уж такие серьезные ожидания по хождению финансовых активов. Дайте, например, три рекомендации. Я считаю, что очень неплохо будет входить евро, фунт, за которым мы традиционно следим, и еще пару слов будет про индекс доллара. Вот, кстати, прям предлагаю перейти к демонстрации экрана и начать с американской валюты. Как раз у меня график индекса доллара сейчас открыт. Друзья, все, что я сейчас сказал по поводу именно ожиданий мер поддержки со стороны Конгресса, это, пожалуй, самый главный новостной фактор, который может повлиять на то, что дальше произойдет с долларом. Потому что мы знаем, что сейчас демократы фактически готовы принять решение о пакете стимулов на 2,2 триллиона долларов, но вот республиканцы пока что-то не очень-то с ними согласны, но, может быть, считают, что, скорее всего, считают, что нужно выделять больше денег. Я согласен, что денег нужно много. Мое мнение – это вообще больше трех триллионов долларов. Мы видим и просадку по рынку труда, последние отчеты по заявкам на последние безработицы, вот пятничный релиз по заказам товара длительного пользования. Добавляем сюда еще рост количества заболевших, кстати говоря. Надо проверить еще данные, но, по-моему, в штатах опять 50 тысяч новых случаев заражения за день. Это очень много. Надеюсь, что Конгресс видит эти же цифры, что и мы, и все-таки законодатели будут более проактивны в вопросе принятия дополнительных фискальных мер поддержки. Поэтому я очень рассчитываю на то, что либо, если не на этой неделе, то прям совсем скоро, уж точно, до исхода президентских выборов, новые деньги поступят в экономику. Поэтому моя ставка прежде всего исходит из того, что я ожидаю мощного ослабления индекса американской валюты доллара. И забегая, опять же, вперед, ну, даю как косрочную сделку, но очень рассчитываю на то, что она станет средне-долгосрочной, потому что все-таки индекс доллара обычно очень консервативно ходит, и чтобы показать движение даже на полтора-два процента, требуется очень много времени. Мы это видим даже вот по проторговке последних двух-трех месяцев. Сделка по индексу доллара – это sell-stop с уровня 94.20, stop loss 94.80 и ждем закрепления ниже 92 пунктов. То есть по риску и борду три к одному считают, что очень неплохая сделка. Потом, раз уж ожидание, потому что происходит по тому, что может произойти с долларом. То есть если ставка на снижение американской валюты по евро, друзья, вы все знаете именно мое отношение к евро, европейскую валюту, я по-прежнему пытаюсь выкупить на уровнях даже малейших признаков коррекции, но пока что это ничему не приводит. Но вот в качестве сделки по евро-доллару это buy-stop с уровня 1.16.50. Сейчас котировки 1.16.24. Тоже стоп-лосс забрасываем вниз на 60 пунктов 1.15.90 и ждем рост больше двух фигур, то есть выше отметки 1.18.50. И что касается фунта, здесь, пожалуй, исключение. Фунт остается, выделяется как бы особняком на фоне всех прочих рисковых инструментов, потому что по британцу есть более приземленный национальный фон, он связан с тем, что Англия с некоторых пор является чью-то и не новым эпицентом распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, действительно ситуация очень плохая. Из-за этого неделю назад, когда мы наблюдали тотальную распродажу фунта, они последовали в качестве реакции на то, что правительство вновь прибегло к практически частичному локдауну. Это неполноценный локдаун, хотя эксперты считают, что если в течение трех-двух ближайших недель обстановка с коронавирусом не улучшится, то, скорее всего, Англию снова придется как бы тотально прикрыть на две недели, может быть, даже больше. Этот риск не нужно списывать сейчас со счетов, я думаю, что он может реализоваться. Поэтому именно перспектива ухудшения ситуации с коронавирусом. Собственно, меры частичного ограничения, возвращение к карантину и это негативное влияние для экономики в целом. Мы по-прежнему говорим о риске Брекзита, пожалуйста, еще и политических факторов. И все это должно, может быть, привести Банк Англии уже в конце этого месяца, когда пройдет заседание октябрьска либо в ноябре, к вопросу о снижении ставки уже ниже нулевой отметки. Поэтому по фунту продажи селс-стоп с отметки 1.27, поставим стоп-лосс на уровне 1.27.60 и будем ждать также ниже на 200 пунктов, то есть в районе отметки 1.25. Виталий, слово передаю тебе. Так, ну, скажем так, скажем, вступление тоже лирическое. Мне будет интересно посмотреть на вот эти дебаты, дебаты Байдена и Трампа. Там многие говорят, что Байден уже и двух слов сказать сам не может, учитывая его возраст и там какие-то болезни. Он даже с этого, с листика читает и даже не помнит, да, кто у него там этот вице-президент, кто будет вице-президентом. Это то же самое, как было, если помнишь выборы прошлые в США, вот Хилари Клинтон, у нее же тоже была какая-то болезнь, я не помню какая, что у нее, ее там охрана ловила прямо на сцене, укол делали прямо там, поэтому народ, я думаю, США это увидит, если это проявится по Байдену. Конечно, и Трамп немолодой, там сколько ему, я не знаю, но Байден, говорят, он постарше, тоже не помню сколько лет, но он постарше. Да, да, Байден прям совсем уже преклонный политик, и я даже не понимаю, как и на что был расчет. То есть, конечно же, дай бог ему многих лет жизни, но все-таки президентство – это определенная работа. Да, ну, понимаешь, когда некого выставить против Трампа, да, Трамп очень сильный, скажем, кандидат, и поэтому такое понятие, это первое, что касается выборов. Поэтому будет интересно посмотреть это все. Итак, давайте посмотрим, что у нас по рынку, попытаемся спрогнозировать. Я хотел также вставить такую ремарочку по поводу своих дальнейших прогнозов в битве аналитиков. Будем немножко менять формате, так как у нас проходит битва понедельник-среда, и в это время, я уже говорил, не всегда бывают очень хорошие сделки, поэтому надежные, так скажем. И если они будут, я буду говорить, вот эта сделка хорошая, ее, возможно, с большой вероятностью торговать, и она там с процентов 80 отработается. И то это не гарантия, потому что каждая сделка, она имеет, точнее, каждый прогноз, видение рынка, оно имеет там 50 на 50 отработки, но есть наклонность там вверх или вниз. А если там будет просто по рынку непонятно что-то формироваться, то так и буду говорить комментарий, да, по инструменту. Итак, у нас было на прошлой неделе, в понедельник и в среду, в понедельник я говорил по евро-доллару short, в среду я свои, скажем, свое видение по евро-доллару вниз, также говорил, что евро-доллар смотрится вниз и дальше. Он, в принципе, со среды тоже обновил какие-то локальные минимумы. Немного там, но, по крайней мере, он не вырос, идея отработалась. На текущий момент по евро-доллару у меня, скажем, комментарий пока сохраняется вниз, торговых идей пока я по евро-доллару не вижу, если они нарисуются в лонг, да, потому что есть здесь вариант, то, что ты делаешь покупочку, что вот это все идет коррекция по евро-доллару после вот этого тренда, который у нас был по евро-доллару последние несколько месяцев. И когда нарисуется точка входа, то я уже буду говорить, вот здесь уже явно по евро-доллару покупочки. У нас пока на прошлой неделе рисовались, там дивергенция была небольшая на часовиках, она, в принципе, так и себя отработала, там всего несколько десятков пунктов. На четырех часовиках она тоже присутствует, поэтому это является только первым сигналом на то, что евро-доллар, возможно, пойдет в лонг, а вторым сигналом, подтверждением для точки входа, это будет сильный заходной импульс наверх, и уже после коррекции можно будет понять, рисуется там хорошая точка входа или нет. Поэтому по евро-доллару я пока лично вне рынка, ну, скажем, на сегодня по текущей ситуации пока лонгов не вижу. Дальше, что у меня еще было, это австралийский доллар, аналогично. Прошлая неделя, понедельник, шорт идея, в среду на битве я сохранял идею по австралийскому доллару снижение, ну, в принципе, со среды у нас, где у нас это получится, пятница, четверг, среда, мы в среду отпадали еще там около фигуры, чуть больше даже, да. На текущий момент аналогично по австралийскому доллару, как и по евро-доллару аналогичная картинка. Пока признаки только на шорт, лонг не вижу, но есть также дивергенции, если не ошибаюсь, на четырехчасовиках, да. Поэтому может в любой момент выстрелить, но это такой слабый сигнал на лонг. И по золоту, в принципе, я тоже давал комментарий, что оно в среду смотрится вниз, оно, в принципе, таки отпадало, и пока оно сохраняет тенденцию вниз. Есть аналогично, если не ошибаюсь, да, дивергенция практически на четырехчасовиках, еще как вариант, можем обновить какие-то минимумы и дальше там уже рисовать. Так, это что касается тех инструментов, которые мы обсуждали в прошлый раз, и новые идеи будут у меня, это по нефти. Я попытаюсь спрогнозировать нефть в шорт, я ее уже, скажем, ожидаю вниз уже несколько дней. Она ходит там всего несколько пунктов, ну там приблизительно фигуру, там плюс-минус вверх-вниз. И предлагаю с текущих нефть зашортить, нефть марки Light, это 39.80, со стопом 40.80, с целью, первая цель это в районе 38.85, то есть вот этот минимум, который был у нас 21 сентября. И вторая цель, если мы сюда дойдем, возможно здесь часть закрыться, если кто будет шортить, перенести сделку без убыток и оставить ее пониже, возможно мы уйдем, это примерно в район там 37, 36, скажем, в таком формате. Это что касается нефти марки Light, и в принципе аналогичную вторую сделку можно сделать по нефтемарке Brand, шорт с текущих 42, со стоп-лоссом даже можно покороче спрятать 42.80 за пятничный хай. Туда по идее могут еще сходить, но надеюсь не пойдут. Вот аналогичные цели, вот эти минимумы 41, и дальше 39.50. Ну хотя бы сделать 41, а там уже часть скинуть, если мы уйдем в эту сторону. Что касается моих идей на сегодня, это будут две идеи. По остальным инструментам пока вне рынка. Виталий, спасибо тебе за комментарии. Ну что ж, остается следить. Действительно, неделька будет очень жаркой. Будем держать вас в курсе. Следующий эфир у нас с Виталием уже как раз в среду, перед дебатами в США. Я думаю, что будет уместно еще раз актуализировать новостной фон. В плане фундамента беру это на себя, Виталий. Если будет какая-то интересная картинка техническая, точно уверен, ты поделишься своим наблюдением. Всем удачной торговой недели, удачных торговых тебе, Виталий, также. И до скорой встречи. Пока, до свидания.